очистка печени выходит на финишную прямую и прежде чем показать видео которое я сегодня подготовил для вас я хочу почитать вот отзыва елизара ашурова относительно чистки печени значит ну так браво петрович ты долго шел к этой лекции кто не подготовился к чистке по рекомендации то лучше и не приступать никакой чистки не получится будет разочарование и недоверие методу петровича ну это не мой метод вообще по которому я сейчас чищу а буревой я сам делал и с подготовкой и без в первом случае эффект был потрясающий с подготовкой во втором ничего я просто съел масло и все почему я вам об этом писал потому что у меня также было подобное я думал но сейчас эту почищусь там летом еще там когда-то осенью а нет эффект был очень маленький расслабление всего организма и полезное питание и есть весь секрет удачной чистки печени то есть расслабление и сделать текучим ткани организма особенно расслабить печень особенно сделать текучий желчь особенно расслабить желчные протоки желчные пузырь чтобы он мог полноценно протолкнуть все содержимое лишнее вредное не нужное из себя просвет кишечника но не менее важно до чистки протравить паразитов кстати вот это вот подготовка которая делается вот эти все душистые травы они прекрасно воздействуют и на паразитов хотя можно применить специальную чистку лично я ничего не имею против более того и предлагаю что сначала чистка паразитов а потом чистка печени а потом только приступать к чистке питание после чистки не менее важно запомните сам Аллахов имеет слизистую природу как и порфирий Иванов на самом деле я имею уравновешенную природу которая в данный момент но будем говорить слегка ослизнилась а им нужен иной подход а вот с пониженной массой тела совершенно другой пожилым людям лучше делать щадящую щадящие чистки печени изложены у меня в книге заходите в библиотеку и смотрите читайте что применять чистку суками травами или просто питанием да там разные если это почитайте значит а вот лицам с конституция ветра надо применять несколько иной метод очистки но какой иной здесь больше необходимо смягчение организм так далее хочется поделиться своим опытом еще раз напомнить тем кто собирается делать эту чистку ночью я ставлю грелку на печень и ноги так как я вернее до меня называли эту операцию чистки печени операции без ножа то операция без ножа ощущалась по утрам несколько раз сбрасывалась то есть прослабляла были выходы того что очистилась а после питья сока пол литра яблочно-свекольного именно яблочно-свекольный сок он способствует вот еще разок как бы сказать и стимулирует печень он ее и как бы сказать и лечит он ее и укрепляет яблочно-свекольный сок я его буду пить я вам покажу какая пропорция скажу сейчас где-то 1-3 столовые ложки свежевыжатого свекольного сока на примерно 250 грамм яблочного сока и вот это все так раз за один раз выпиваете и она пошла там чистить значит а после питья сока пол литра яблочно-свекольного ну а если пол литра выпить это еще лучше грубо говоря 50 грамм примерно будет у вас свекольного сока остальное все яблочный он хорошенько вас это прослабит вышел последний величиной зредский орех камушек то есть зредский орех это практически вот такой вот камень представляете насколько могут расширяться желчные протоки и проталкивать всю эту ерунду то есть где-то до 4 сантиметров вполне все нормально расширяется и какой эффект чистки рассказывают после этого выпрямилась осанка глаза побелели эмаль на зубах также побелела восстановилась волосы стали бархатные густые заметим после этой чистки печени на китайский новый год после я делал еще четыре раза но в другое время года такой чистки я не достигал вывод за эти 72 дня о которых я указал смотрите предыдущее видео нужно прочистить и восстановить нашу царицу старшую так что всем удачи и смелости отзывов стало побольше побольше кстати если там вы еще написали какой-то отзыв я практически знаете уже иду вперед и не читаю то что на что я ответил и что как бы сказать опять человек повторяет осталось внизу просто я это не вижу если хотите что-то наперед напишите геннадий петрович расскажите как вы будете чистить печень очень благодарны за ваш труд и опыт и конечно доверяю вашему опыту хочется не ошибиться и сделать как можно правильно потому что опыт сын ошибок трудных пожалуйста расскажите как вы будете чистить печень я не просто рассказываю а я показываю я стараюсь не один вопрос не оставить без внимания Роза Ветрова пишет Петрович мы с вами будем чистить печень так что пишите все до мелочей я стараюсь не только писать но и показывать я тоже очищала по вашей методике печень много раз имею отличный опыт последний раз очищала пару лет назад так рада что могу теперь чистить с вами заочно хочу напомнить о некоторых тонкостях чистки без которых мало получается слабительных я не принимала после приема сока с маслом на следующий день не было пазел только после клизм уже выходили камни у некоторых так бывает поэтому не стесняйтесь можно сделать клизмы и я делал клизмы для того чтобы все побыстрее вышло и начался этап будем говорить обновления организма конечно клизмы делать надо но перед этим надо выпить свежевыжатый сок яблочный например лучше не яблочный а как я вам говорил яблочно-свекольный затем я включала фитнес танцы и танцевала и этот яблочный сок проходя по всем путям желудочно-кишечного тракта как бутылки встряхивал содержимое это я прочитала у вас тоже это был настолько важный совет который гарантировал успех да и вы знаете я раньше даже делал такую вещь шел в баню хорошенько там распаривался после бани первая еда моя была вот примерно где-то пол литра а то если не около литра свекольного яблочного сока который действовал как слабительное знаете какие-то даже камушки выходили как семечки удивительно да а до бани я как раз делал пробежечку бегал то есть минут 30-40 пробежечки потом баня потом сок и пошло так значит потом просто кружка кружка эсмарха промывается все и камни дружно выходит так что очень важна эта встряска с яблочным соком внутри согласен там у меня почитайте я это все описал прыгать и танцевать надо не меньше 30 минут правильно главное движение второй момент это массаж печени кулаками и идиомоторная чистка печени об этом вы можете почитать или как нибудь мы к нему вернемся уже сделав видео это тоже по вашей методике сделал клизму потом массаж печени опять клизма опять массаж и все будет просто здорово ждем ваших дальнейших действий смотрите смотрите пока я читаю ну да списочек трав ждем а я ответил видео не даны можете в библиотеке почитать а сейчас вы еще увидите Татьяна пишет может организуем клуб синхронной чистки печени я уже значит приступил выпил первую дозу трав далее значит вечером пойдет вторая доза в течение дня еще последует и где-то в воскресенье я буду чиститься уже с маслом вопрос отсюда печень не подчищает сразу отвечу не тот эффект понравился канал чувствуешь пользу звони в колокола ставь лайки